Несмотря на то, что если вот юридически, как это правильно сказать, он не совсем наша территория, но мы вот до этого не доходим, так как крыша и все остальное, мы убираем его, естественно, своими. Налить у подъезда своими силами убрать гораздо сложнее. В поле зрения активистов Общероссийского народного фронта Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн попадает не в первый раз. Подъезд к социально важному объекту – зона ответственности города – должен быть расчищен в течение двух-трех дней после снегопада. Образовательное учреждение, у нас пешеходный переход абсолютно неубранный. Около автотранспортного техникума ныне Взоровых та же налить и даже снежные отвалы. Территорию вокруг учебного заведения чистят от снега своими силами, а вот к опорному пункту полиции на улице Полтавской практически не подступиться. Что касается данного адреса, дом управляющей компании относится к тротуару, он уже будет сегодня посыпан, так как они запланировали после обеда. Что касается адресов, на которых сегодня были, повторно будут выдано уведомления дорожным организациям и, соответственно, проконтролировано их устранение. В случае не устранения будет принято меры административного воздействия. За невыполнение предписаний предусмотрен штраф от пяти до нескольких десятков тысяч рублей. Повторное нарушение стоит дороже. Нижегородцы более всего жалуются на уборку тротуаров и дворовых территорий. Мы как раз-таки поехали по социальным объектам. Важный аспект заключается в неразграниченной ответственности, кто убирает. Есть Дуки, есть ТСЖ, есть дорожные службы. И каждый на своем этапе, к сожалению, иногда проявляет такой безответственный подход. И в связи с этим страдают, по большому счету, все нижегородцы. В Нижнем Новгороде в тестовом режиме работает информационная система «Антиснег». Она позволяет следить за уборкой, оставлять заявки и следить за их исполнением. Анастасия Рябвы, Владимир Гайдай. Время новостей.